Здравствуйте, меня зовут Гульзипа Джалкерова. За участие в митингах 27 февраля, 22 марта, 1 мая меня преследуют сотрудники ДВД. Они ходят по месту моей работы, по месту жительства и говорят, что я участник этих митингов. После этого меня сняли с регистрации места жительства, увольняют с работы. В данное время я осталась вообще без средств к существованию. У меня на Иждивении находится сын 9 лет с диагнозом поддержка психического развития речи. Также 1 мая, после участия в митинге, 2 мая меня уволили с работы. Я осталась на улице. Я вынуждена была ночевать с детьми в контейнере. Ночью со 2 на 3 мая меня из контейнера в час ночи увезли в РУВД с детьми. В РУВД мы провели 3 часа, где я написала обязательство, что явлюсь в суд 3 мая. 3 мая я явилась в суд, где мне наложили штраф 50 500 тенге. После суда нас пригласил зам Акима Ерлан Муратович Аукенов, который пообещал нам помочь. Частично они нам помогли. Нам предоставили жилье на 1 месяц, предоставили сертификат на продукты питания в размере на 30 тысяч тенге. Но 7 июня к нам в дом ворвались сотрудники ДВД, оперативники и участковые и учинили обыск. Показали мне бумагу постановления, в котором не было подписи прокурора. Это было постановление ДВД. Они учинили обыск и забрали меня в здание ДВД, где я находилась до 11 часов ночи. За это время они без конца ездили к моим детям домой и допрашивали их. Составляли какие-то протоколы, которые мне неизвестны, которых я не видела. После 7 мая сотрудники Акимата, которые оказывали нам помощь, перестали мне отвечать на звонки. Не помогают никак материально, хотя до этого и обещали. Я хочу обратиться в департамент США, в Европейский Союз, европейским правозащитникам, оказать мне помощь, чтобы прекратились преследования за мной. Потому что 9 числа мне предъявили, что я стала подозреваемой по статье 405, это экстремизм. Статья 405, часть 2, это экстремизм. Участие в митингах и участие в ДВК. Как видите, я простая казахстанская женщина, я не экстремист. У меня двое детей. Я не умею владеть оружием, никогда в руках не держала таких вещей. И прошу защиты и помощи от Европейского Союза и от департамента США. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...